Детей, оставшихся без попечения родителей. Докладывает Нина Александровна Станина. Пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, буквально вчера мы приняли этот законопроект во втором чтении. Он прошел все необходимые экспертизы и лингвистическую, и юридико-техническую. Но для того, чтобы у вас не было сомнений в том, что мы осознанно голосуем за этот гуманный закон, я просто напомню, что речь идет о праве детей, сирот, которые являются инвалидами, получать дополнительно бесплатное повторное образование рабочего, служащего. Таких детей всего 4470. Стоимость этого закона в год обходится обучение этого ребенка в 143 тысячи полномочий субъектов федерации. И вторая новелла этого законопроекта, она была поддержана нами единогласно. Представители всех фракций внесли поправку о том, чтобы наделить правом детей, сирот, участников спецоперации на получение жилья в приоритетном порядке. Поэтому прошу поддержать наш законопроект. Ну и поскольку мне не представится сегодня такая возможность больше обратиться к вам, то мне показалось странным, что говоря сегодня о детях и молодежи, мы забыли о такой замечательной дате завтрашней, 19 мая, день рождения пионерской организации Владимира Владимировича Ленина. И я поздравляю всех счастливцев нашего возраста, кто в это красногалстучное время ощущал на себе внимание со стороны государства. А тем, кому не повезло, и они еще молоды, приходите на Красную площадь в воскресенье, примем вас, пионеры, но поддерживаю предложение президента вернуться к названию детской общественной организации молодежной для того, чтобы все-таки подумать нам, давайте не искать каких-то неопределенностей. Прав он, были, есть и будут пионеры, давайте все хорошее не забывать и транслировать будущим поколениям. С днем пионерии вас. Спасибо.